Когда ты договариваешься с людьми, вот теми, кто сейчас живет в Южной Осетии, и задаешь вопросы, как вы относитесь к возможности снова жить в одном государстве. Люди, конечно, очень, так скажем, воспринимают это негативно, поскольку вот эти раны, они достаточно, ну, еще свежие. То есть люди буквально только что перенесли на себя горе, теряли близких. Причем здесь нужно считать не только тех людей, которые, наверное, погибли и умрали, нужно считать и тех, кто стал их инвалидами, кто лишился жилья. Вы знаете, на Кавказе дом бывает порой и по 200 лет, что это называется, предки строят, то есть он переходит по наследству, и лишившись дома, то есть фактически семья теряет одну из своих главных, так скажем, базовых основ, да, поэтому вот это все нужно учитывать. И на протяжении всех 20 лет, когда распался Советский Союз и эти республики были фактически составлены Грузии, то есть нормальных диалогов не было, были постоянные конфликты и грузино-абхазский, и грузино-осетинский конфликт. То есть в 7-20 лет люди, которые жили в Абхазе, они ожидали, что в любой момент снова может начаться война, снова могут начаться смерти. И действительно, между людьми, которые там жили, было достаточно серьезное такое напряжение. И важно отметить, что, то есть как таковые сами грузины, они, на них ни в России, ни в Южной, если не в Абхазии, на них не вылагают ответственность на народ грузинский за эти события. Конкретно ответственность лежит на тех руководителях Грузии, и Гамсакурдия, и Шеварднадзе, и Сахашири, которые имели вот эту националистическую линию, которые пытались поднять свой рейтинг путем разыгрывания национальной карты, утверждая, что вот сейчас мы вернем земли, и пытаясь отвлечь внимание граждан Грузии от реальных, внутриполитических, внутриэкономических проблем Грузии. И, к сожалению, действительно, отношения стали напряженными. И, наверное, в ближайшие лет 40, я думаю, что ни один из жителей ни Южной Осетии, ни Абхазии не готовы рассматривать вопрос о каком-то пребывании в составе одного государства с Грузией. При этом вы узнаете, что, несмотря на вот эти ужасающие события на августе 2008 года, когда были убиты наши российские миротворцы, и наши военнослужащие, и сотни жителей Схимвала, несмотря на все это, каких-то антигрузинских выступлений в России не было. И отношения к грузинам, как народу, то есть отрицательного не было. То, о чем говорил Максим Иоанна Рогич, то есть нужно разделять отношения между народами, между обычными людьми и между политиками. К сожалению, на протяжении всех лет Грузии приходили к власти политики, которые выбирали силовой вариант решения конфликта, и заложили вот эти противоречия, которые придется еще решать достаточно долго и долго. Что касается входения в Российскую Федерацию, то неоднократно и на эфирендумах народы в Кази и Осетии высказываются о том, что мы хотим быть в составе России. Но, как вы понимаете, с учетом того, что Российская Федерация в 2018 году встала на путь все-таки отстаивания независимости, наверное, нужно объективно говорить о том, что в ближайшее время как такового вхождения не может быть по факту. Но, тем не менее, в выступлении представителей Беларуси мы слышали о том, что перспективы создания, возможно, каких-то союзов или вхождение этих стран в единое экономическое пространство, потому что союза невозможно. И вот совсем недавно проводили в Ньюжной Осетии молодежный форум, куда приезжали представители молодежных организаций России. И у нас был телемост с Казахстаном. Наступала депутат парламента Казахстана Паха Циздыкова, и она сказала, что в Казахстане тоже есть люди, которые готовы бороться за признание независимости, и которые хотят, чтобы мы жили в неком едином пространстве. То есть, на самом деле, нужно работать и двигаться в направлении налаживания каких-то более тесных контактов, тогда мы сможем действительно перейти на какой-то новый период.